здравствуйте друзья я продолжаю экспериментировать с положением камеры где меня на окошке и прицепить вот чтобы так было лучше видно и я просто подумал что у меня тут два крепежа есть вот один такой приборчик я на нем раньше камеру go pro держал а тут более мощный такой для нормальной камеры ну и есть переходничок который позволяет на обычный такой значит там штыречек поставить этот переходничок и дальше уже крепить камеру go pro вот я сейчас это же самое сделал но на более мощное такое крепежное устройство посмотреть как получится не знаю как получится не знаю как правильно камеру держать это какая-то такая пробная вещь может быть тут руль торчит вовсю я не знаю но вот ну посмотрим значит посмотрим и может быть сделаем получше может быть вернемся к тому к прежнему чему-то поглядим что у нас сегодня происходит с утра я записывал интервью skype с блогером из германии то молодой человек он сам по себе извинницы корнями а потом вот разными значит там перипетиями сначала по волонтерской программе потом по учебной он оказался в европе кто-то меня обижает но уже пройдет оказался в европе и он рассказал я считаю массу полезного и кроме того что сам себе парень симпатичный там вот нет некоторым образом развивается тема легализации потому что ну да вот ты приехал по волонтерской программе и чего а в данном случае он был по волонтерской программе в одном месте потом оказался в германии уже как студент и дальше выясняется что ну как живут студенты то есть там учеба бесплатно можно немножко подрабатывать студенту разрешают то есть у него есть такое щадящее такое положение по сравнению скажем с американским где студенту особо не положено подрабатывать и там начинается сложность здесь у него есть разрешение на работу на такое ограниченное на жизнь хватает за учебу с него не беру и кроме того если ты проработал 21 месяц ну как специалистов германии то тебе дают постоянную как бы тамошнюю green card и это очень сильно как бы с точки зрения миграционных процессов то есть ты поехал учиться выучился и пошел работать и на самом деле ты может быть уже даже в процессе учебы нашел кто тебя потом возьмет на работу да пока там практиковался стажировался подрабатывал и в общем я я считаю что это очень сильный такой и вам будет интересно послушка молодого человека его зовут анатолий и пока вот я сейчас еду у меня там видео делается то есть запись требует некоторой обработки то есть мы из-за чудовищного размера файла там может быть не знаю там 20 дней значит софт создает видеофайл в котором будет может быть там не знаю полтора в общем идет процесс называется рендеринг и что у нас еще сегодня сегодня у меня еще одна интересная запись я надеюсь что она произойдет потому что это еще не гарантированно у нас должен с 7 до 9 должен быть человек который называется guest speaker guest speaker это когда человек пришел и о чем-то таком интересном рассказывает и вот у нас один дядька совершенно замечательный стартапер стартап у него делает инструменты для автоматического тестирования мобильных приложений сам он насколько я помню немец но выучился в англии а живет работая сейчас соединенных штатах такой достаточно молодой его может там 30 он будет рассказывать про такую вещь называется интернет of things интернетом я хотел записать и повесить на нашем канале но вот не на этом а на канале школьном на английском языке у нас есть этом что-то давно ничего не вывешивал тот канал он такой больше учебный то есть там видео с уроком в основном есть еще там кое-что иногда там менеджер какой-нибудь скажет как они людей отбирают или там девчонки какие-то там из студентов поделятся но в принципе это канал учебный и люди которые там подписано там на тысяч двадцать с лишним они ждут учебных каких-то видео поэтому вот я хотел записать и туда повесить и у меня есть приспособление да для для педагогов чтобы там микрофончик был и чтобы он значит там беспроводно пообщался с камерой там и так далее то есть у нас у нас это все присутствует надо будет настроить все давно не снимали такая примерно штука ну что еще сказать вот это план на сегодня а так вроде все ничего мы движемся к каникулам небольшим и мысль приятная мысль и каникулы приятная потому что можно будет сделать много такого чего не сделаешь в обычное время потому что отвлекают дергают и вот как-то тюрк 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 вот а тут можно все сделать поэтому я на каникулы смотрю с большим значит интересом с ожиданиями что у нас еще я понемножку осваиваю вывешивание видео которые скеджул пары по расписанию потому что тоже не не хочется утомлять знаете вот я допустим сидел сидел там какое-то время работал сделал не знаю там 7 видео я думаю ну куда же я 7 видео то ну что же я сейчас вывешиваю как-то мне совестно вот и я тогда сколько-то вывесил сколько-то значит поставил там на расписание и глядишь там блогер спит а видео вывешивается в этом есть какая-то прелесть надо сказать во всяком случае мне это нравится я понимаю что там какое-то количество народу от нас отписывается с перепугу как вот там шахнет ему 7 и мэйлов да и думает боже значит меня тоже пугать никого не хочется может как не делать 7 видео можно делать 2 в неделю но не получается потому что тут поговорили там поговорили здесь поговорили ну в конце концов ну не смотри там что не интересно хорошо пытаюсь сообразить с утра что там еще интересно знать что вот я с утра пошел сегодня такой салон где но я не не хочу сказать что это такое там они ногтями занимаются но но там как-то называясь там типа нэйл и спа там что-то такое или нэйл спа там в основном женщина и мужики тоже есть и вот в какой-то момент мне понравилось там выходить там где и почистят и там под подрежут и от и массаж делают и камнями горячими и там такими мочалками жесткими и так еще массируют нормально и я думаю боже вот я целый час там просидел и это салон вьетнамский салоны там оборудование какое-то и там все-таки люди работают и какой-то расходный материал у них тоже есть так они для каждого распечатают все это герметично так упакован такой пакетик там со всякими делами дезинфицировано я думаю надо же 25 долларов вот целый час сидит человек с тобой работает 25 долларов и на эти 25 долларов они умудряются и человеку заплатить и содержать этот бизнес там все-таки менеджмент какой-то есть какой-то прибыль он должен приносить в общем есть вещи которые в моем мозгу вообще не укладываются вот как как так дешево может быть не то чтобы я хотел больше заплатить это не так но я хочу сказать что видимо такая острая конкуренция у них что такие цены чем еще объяснить вот для меня ценообразование это связано напрямую со спросом и предложением так так мне кажется конечно есть какие-то вещи которые там заложены там ну я не знаю лицензирование например до поддержания там лицензии и так далее но дальше когда конкуренции много соответственно цена снижается до какого-то уровня ниже которого она не может идти хотя конечно если можно еще ниже сделать если например нанимать нелегалов и нести за всю эту ответственность и так далее может быть еще можно там несколько долларов сбросить но в общем наверное многие так и делают я я не уверен вот так что из размышлений вот вот сидел я и думал за 25 долларов ё-моё ну конечно там пятерочку сверху там значит чаевые там это понятно но в общем это не в бизнес это конкретно человек уже идет так что такая вот история может быть они действительно платят какой-нибудь минимум вэйдж там и соответственно остальное они должны сделать на типах может быть так ну в общем поразительно как в общем-то в стране где все довольно дорого и в самом дорогом месте этой страны где за двухкомнатную квартиру или там ван бедром как мы говорим тут меньше двух тысяч так вот здесь вот где мы едем с вами не подступиться ну конечно они может быть живут там где-то в другом месте и там подъезжают на работу наверное живут более дешевом в общем такие вот мысли у меня по ходу дела не связанные с нашим каналом хотя мне хотелось бы все это заснять что там происходит но как-то у них это не вызвало энтузиазма плюс там эти женщины сидят в креслах им как-то это некомфортно в общем мне объяснили так я думал тогда не буду снимать в конце концов там где вы живете пойдите там в салон и скажите что хотите чтоб вам там сделали nail spa вот вам сделают nail spa отпарят ноги в водичке там подрежут пока покорябают там все это не знаю там мне казалось вообще что это какие-то женские дела и что мужикам это неправильно но меня светлана переубедила и говорит ну попробуй я попробовал мне понравилось потому что аккуратненько я сам так не естественно не сделаю даже близко поэтому я считаю что в целом это хорошо и это и ну вообще для здоровья там для всех дел хорошо так что если кто-то из мужиков никогда не пробовал я вам очень советую не исключено что вам понравится так ну что же я на работе смотри-ка место много свободного я уже люди стали разъезжаться ну да сейчас двенадцать двадцать пять на перерыв у нас обеденный да вон там много машин может быть вам видно там наш паркинг нашим студентам положено вон там парковаться счастливы ребят поболтали и за дело или как говорил у нас один товарищ который мы поехали в колхоз и там поле убирали ну а он кого-то там обматерил оказался большой начальник тот обиделся прислал милиционеров дали ему пятнадцать суток и он эти пятнадцать суток на том же поле собственно и работал только с другой стороны там вместе со своими там как бы вот отсиживающими и он набрался там очень много выражений в частности у него была такая фраза когда вот там ну сидят сотрудники болтают и тут начальство пошло и он там вот такую фразу оттуда выкрикивал которую я хочу значит применить поквакал и в тину и и